Во время свадьбы одна из женщин говорит соседке, все-таки у невесты очень усталый вид. Еще бы, ведь она боролась за это место лет десять. Давно женатый человек беседует со своим недавно женившимся другом. Вчера, когда я пришел домой, рассказывает молодой муж, жена захотела пойти в кино. Я страшно устал на работе и отказался. Ну, и какой вы фильм смотрели? Один приятель о другом. Ты заметил, как он постарел? Теперь он вначале рассматривает меню, а затем уже официантку. Воспитательница детского сада пожаловалась отцу, что его сын балуется, а когда его ставят в угол, убегает. Отец сурово отчитал сына. На следующий день мальчик радостно заявил дома. Папа, я теперь хорошо себя веду. Сегодня целый день из угла не выходил. Друг, разглядывая свадебную фотографию своего приятеля, говорит, почему вы с женой сфотографировались на таком расстоянии друг от друга. Если мы когда-нибудь разведемся, то сможем разрезать фотографию, и каждый возьмет себе свой снимок. Почему ты выходишь на балкон, когда твоя жена начинает петь? Чтобы никто не подумал, будто я ее избиваю. Я забыл в трамвае бутылку коньяку. Ее не приносили вам в милицию? Бутылку нет, а человека, который ее нашел, принесли. Сквозь тонкие стены панельного дома хорошо слышно, как у соседских детей формируются психотравмы. Ночью Сара будет Моню. Что такое? Что случилось? Да так, говорит Сара. Я просто не могу понять, как можно спокойно спать, получая такую маленькую зарплату. Моня, отведи мою маму куда-нибудь. А какой смысл? Она же все равно найдет дорогу обратно. Моня, отведи мою маму куда-нибудь. Моня, отведи мою маму куда-нибудь. Моня, отведи мою маму куда-нибудь. Моня, отведи мою маму куда-нибудь.